В предыдущем модуле вы узнали о роботе и различных его компонентах. В данном модуле вы узнаете, как настраивается робот для выполнения определенной задачи. Как правило, настройка робота на выполнение задачи состоит из четырех этапов. Выбор подходящего рабочего инструмента для выполняемой роботом задачи, ввод данных об инструменте с помощью пульта обучения, подсоединение внешних устройств, таких как датчики и рабочий инструмент, программирование робота для выполнения задачи. Давайте попробуем настроить робота для выполнения задачи. В этом примере робот должен выполнить простую задачу по перекладке. Робот захватывает заготовки, которые перемещаются на левом конвейере, и помещает их в картонные короба, которые перемещаются на правом конвейере. Для этого роботу необходим подходящий инструмент. Возьмите захват справа и перетащите его на фланец инструмента. Инструмент прикреплен к фланцу робота и соединен кабелем с разъемом инструмента, чтобы робот мог контролировать работу инструмента. Чтобы робот мог точно управлять инструментом, ему нужна определенная информация об инструменте. Центральная точка инструмента, в которой инструмент соприкасается с заготовкой, центр тяжести инструмента, а также полезная нагрузка, которая представляет собой вес инструмента. Данная информация обеспечивает оптимальную производительность робота и предотвращает аварийные остановы. После ввода этих данных в робота с помощью пульта обучения оператор может приступить к выполнению программирования робота. Простая программа робота состоит из перемещений и обработки сигналов. В рамках этой программы робот должен перемещать заготовки с конвейера в картонный короб. Это означает, что роботу необходимо обрабатывать сигналы, поступающие от одних внешних устройств, и генерировать сигналы для других. Прежде всего, роботу необходим сигнал о том, что есть заготовка для подбора. Ему требуется сигнал, когда картонный короб готов к приему заготовки. Кроме того, посылаются сигналы для открытия и закрытия захвата. Чтобы убедиться в том, что роботу известно, когда присутствует заготовка для подбора, на конвейер можно установить датчик. Датчик уведомит робота о присутствии заготовки. Возьмите датчик и поместите его в конец конвейера. Теперь подсоедините датчик к контроллеру управления. Нажмите на контроллер управления, чтобы открыть его. Подключите провод, нажав на один из серых разъемов. Теперь датчик подключен к контроллеру управления и может уведомлять робота о поступлении заготовки. Прежде чем робот сможет поместить заготовку в картонный короб, ему необходимо знать, что картонный короб находится в нужной позиции. С этой целью также может использоваться датчик. Поместите датчик на конвейер напротив робота. Нажмите на контроллер управления, чтобы открыть его, и подсоедините датчик. Подключите датчик, нажав на один из серых разъемов. Датчик отправляет роботу сигнал о готовности картонного короба. Все внешние устройства, необходимые для этой программы, теперь подключены. Давайте составим программу, которая может выполнить эту задачу. Как было упомянуто ранее, простая программа робота состоит из обработки сигналов и перемещений. Здесь представлены сигналы и перемещения, необходимые для этой программы. Расположите их в правильном последовательном порядке, перетаскивая их в структуру программы, чтобы робот мог выполнить задачу. Робот готов к выполнению. Проверим, как она работает. Модуль завершен. Ввод краткий обзор. Настройка робота на выполнение задачи состоит из четырех этапов. Выбор подходящего рабочего инструмента. В данном примере использован захват. Ввод данных о рабочем инструменте. Роботу необходима информация о центральной точке инструмента, центре тяжести и весе инструмента. Подсоединение внешних устройств. В данном примере подключены два датчика и захват. И, наконец, выполнение программирования робота с помощью обработки сигналов и перемещений.